Танки БМП Была попытка ночью прорваться на аэропорт. Эта попытка была устранена. Ну что же, танки БМП. Через катакомбы, да? Нет, они зашли со стороны Песок по взлётной полосе. Ребята ночью не спят, молодцы. В очередной раз наши батальоны с батареоном доказали, что чего не стоит. Техника успешно была уничтожена, да? В каком количестве? 2 единицы. Один танк, один БМП. Понятно. Гиби, мы выкладываем материалы. И иногда люди не понимают и задают вопросы. Как так? Моторола и Гиби говорят о том, что аэропорт наш, но тем не менее продолжаются бои. Есть какие-то выстрелы, то раненых не дают забрать. Объясните, откуда бьют? Давайте я вам объясню. Во-первых, вы сегодня провели с нами целый день. Вы слышали сегодня стрелковое оружие? Нет. Значит, ближних боёв нет. Идёт только артиллерийский обстрел аэропорта и ближнележащих районов. Это во-первых. Во-вторых, территория аэропорта находится под нашим контролем полностью, кроме подземной коммуникации. Понимаете, аэропорт построен слишком давно, чтобы его наизусть выучить. И мы не можем масштабами просто-напросто покрыть всё сразу. Понимаете? Сколько примерно там человек? Да человек десять осталось, которые бегают, как крысы. Вылазят, корректируют огонь и исчезают. А у них есть возможность больше людей туда через какие-то ходы направлять? Ну, можно нагнать, но могут через подземные коммуникации, которые мы выискиваем в данный момент, откуда они не появляются. Но смысла нет. Они сами за этой артиллерии здесь всё покрывают. Потому что показано, что всё видите. То есть именно с территории аэропорта они не бьют? Нет. С каких позиций они стреляют? Город Авдеевка, район Химика. Координаты я получил. Местное нахождение я их знаю. Ближайший между Очеретиной и Ясиноватой. Там есть лесополоса. Они находятся там. Оттуда работают грады. Тяжело теперь. Там обойни. Вы поймите, здесь не такое большое расстояние, чтобы на нас не достать. Поверьте мне. Аэропорт находится на окраине города. До Авдеевкина приедет здесь 6 километров. Если брать через лесополосу. Да, потому что люди не понимают. Теленаправленно люди по живым кварталам. Теленаправленно. Я могу вам подтвердить. Теленаправленно. Крайне. Это, Геннадий, я же говорил один раз. Это от бессилия, что они не могут ничего сделать в данный момент. Они пытаются мирных жителей застроить против нас. И по украинскому телевидению они будут доказывать, что это мы бьем. Мы разворачиваем свои орудия. Разворачиваем свою артиллерию. Разворачиваем свои грады. Бьем по городу. Это уже неоднократно пишется по украинскому телевидению. Не показывается даже. Потому что они понимают, какие стороны они показывают вообще. Потому что это реальный бред. Это неправда. Мы по городу не бьем. Со стороны аэропорта ополченцы ведут какие-то бои? Стрельбы сейчас происходят со стороны наших? Нет. Поймите, куда стрелять? В кого? В землю? В воздух? В смысле какой? А те люди, которые сейчас со стороны украинской армии, которые в подземелье там сидят, они выбираются периодически на поверхность? Попытки были неоднократно. Особенно ночью. Особенно ночью были попытки. Но эти попытки сразу пресекаются. Моментально. Примерные его расположения. Я говорю, точные. Я говорю, именно примерные. Расположение, где они находятся подземельные коммуникации, мы знаем. Так что, мы готовы. И еще один важный вопрос. Вот мы были здесь несколько дней назад. Вот эта история с раненым была. Очень много вопросов задают в залу, если их забрать. Да, забрали. Все великолепно, все хорошо. Этой же ночью операция все-таки удалась? Не ночью. Не. К сожалению, мы уехали. И мы обратно. Я взял командира работы. Первой стрелковой работы своего батальону. Позвонил его рюмой. Я. Выдвинулись на газели. Мы вытянули ребят. Слава Богу, ребят все живы, здоровы. Да. Один парень потекал кровь, но все хорошо.